все друзья тогда поехали сразу потому что времени не очень много к сожалению вот и собственно начнем прям сразу с таких интересных вопросов честно признаться не готовился так пробегал но буду отвечать на все подряд вот как есть замечательно все друзья тогда поехали сразу потому что времени не очень много к сожалению сейчас секундочку вот вопросы передо мной ну тут такие сразу интересные штуки поэтому приступим тебе хотелось бы как когда-нибудь уехать в другую страну и начать там новую жизнь хороший вопрос знаете наверное иногда все таки приходит какой-то в какие-то моменты жизненные приходят желание начать новую жизнь про страну никогда не думалось наверное все таки останемся в том состоянии в котором сейчас есть раз она уже есть будем жить эту жизнь новую ну помечтать можно конечно как бы сложилась жизнь там если бы жил где-то там не знаю мне моя нравится если у тебя такая вещь без которой ты не можешь представить свою жизнь с корабля так сказать на серьезные вопросы сразу наверно сложно представить свою жизнь без жизни хотел ли ты в группе сменить музыкальный инструмент на другой нет не хотел в каком красивом месте на земле ты бы хотел побывать ну это уже 150 раз отвечали ну ничего раз ответим почти везде где довелось побывать есть красивые места я понимаю что это такие общие ответы и в общем то сказать что там в городе хабаровске есть кто-то допустим в петропавловске камчатском где мы недавно были там есть так называемый нулевой километр россии как они его называют ведь такой вот везде есть красота понимаете да можешь вспомнить какое-нибудь событие которое сделал тебя сильнее да наверное каждый день что-то делает сильнее а одного события нет нет одного события нет поэтому наверное каждого из вас делают какие-то события сильнее так какой подарок из всех что тебе дарили вызвал наибольшую радость любой подарок так вот как-то особо не выделял ну могу отметить что бывают подарки прямо в кассу своевременные скажем так то есть зимой шапку подарили зимой морозы вот ну как-то всем всем подарком благодарен дарящими и все здорово всегда радость вот ты умеешь хранить секреты я да ты поешь песни когда принимаешь ванну или занимаешься своими делами ну напеваю конечно какие наверное не буду рассказывать да разные в зависимости от того места где где принимаешь ванну или занимаешься своими делами ты прислушиваешься к советам не близких людей поклонников например до прислушиваюсь но они скорее характер такой общечеловеческий носят нежели какие-то такие вот как описать то есть по всем вопросам естественно не советуюсь но какие-то вещи естественно не замечая которых совет со стороны как-то так выслушать можно и очень здорово ребят я к сожалению не вижу вопросы которые могут возникать по ходу эфира поэтому предлагаю спустя какое-то время может быть через минут там 10-15 все-таки послушать посмотреть ваши вопросы и на них поотвечать вот а пока по отвечаю на эти вопросы и кто-то много достаточно а еще хотел заметить мы сейчас к сожалению можем пересекаться с стримом темиртау который в москве выступают так что не стесняйтесь уходите к ним смотреть live самый полноценный вот а мой вот этот скромный стрим он будет в записи потом висеть и так что кто может пропустить свои какие-то вопросы если вы здесь присутствуете то вы обязательно услышите на них ответ вот совершал ли ты когда-нибудь реально плохой поступок до совершал я живой обычный человек вот собственно как и любой живой обычный человек совершал развивать эту тему наверное особо смысла нет потому что тут важно самому себе сознаться что ты совершил плохой поступок это хотя бы такая система координат начинает работать правильно внутри человека хотелось ли бы тебе научиться чему-то новому ну да собственно много чему хотелось бы научиться вот но приходится выбирать между важным и главным вот это постоянная возня она так сказать не есть гуд вот поэтому выбирается то что на данный момент считается главным ты боишься нет у тебя есть телефоне такая песня которую ты особенно часто слушаешь нет на телефоне я с наушниками вообще редко связываюсь если только где-нибудь там самолетах но это обычно просто какую-нибудь новую музыку слушаешь то есть любимых песен любимые песни не гоняю так что прям вот до посинения ты боишься высоты ну собственно да скорее боюсь тебе нравится риск и азарт ну в разумных количествах конечно но без парашюта я бы не прыгнул знаю случаи что люди выживали например я имею виду это же рисковый азарт в принципе такой адреналинчик ты легко находишь темы при разговоре с противоположным полом ну в целом да да какой вид спорта тебе нравится не могу сказать что прям нравится какой-то вид спорта одно время давно это был до болел за московский спорта футболу я имею ввиду вот а так не могу сказать что прям фанат какой-то каких-то видов спорта тебя реально рассмешить так чтоб прям до слез очень даже реально была ли у тебя в за не взаимная симпатия с поклонницей было единичный случай это скорее они вообще не связаны вот с этим термином поклонницы что это такое вот скорее это связано с какими-то такими около бытовыми делами там связанными с общением в сетях но это все ерунда что в написании музыки нравится больше само сочинительство или доведение до ума уже готового материала если второе то помогает ли это отвлечься от дела насущных полностью отдавшись процессу знаете то и другое помогает отвлечься отдел насущных полностью отдавшись процессу для себя вот отметил что состояние написания сочинительства скажем так и в состоянии доработки аранжировки там и так далее то ты отключаешься полностью то есть тут главное войти в это состояние тогда вообще никакие внешние раздражители не важны скажем так это и другое важно к тебе само приходит вдохновение или как-то ловишь сам например при прогулке так конечно масштабно вопрос задан как будто родничок у ребенка не зарос вот всегда открыт бывает по-разному бывает по-разному бывает идешь например под ритм ходьбы настукивается в голове барабаны например или случайно проезжающая машина или там звук какой-то или птица пролетевшая там все что угодно может включить вот этот механизм в голове который вот рождает то что люди называют там какие-то творчество вот тут главное успеть зафиксировать всю эту историю ну диктофон помогает иногда вот дальше ты всегда репетируешь тексты песен или наизусть знаешь песни агаты кристи интересно вот но они уже давно запомнены все во всяком случае те которые исполняются постоянно но тогда бывает повторяет будет повторяешь бывает так что перед конкретно перед тем как допустим запеть бэк да то ты забыл слова бывает и такое верите в судьбу бывает ощущение что оказались в нужное время в нужном месте это судьба или просто совпадение вопрос хороший вот и тут как бы можно сразу ответить с другой стороны что это не я верю верю судьбу судьба верит меня вот конечно некоторые моменты кажутся что происходит неспроста во всяком случае спустя какое-то время после каких-то событий то понимаешь что это точно было неспроста ну может быть это человеческая так природа настроена чтобы себя успокоить что это нужно было там и так далее вообще тема такая тонкая и толстая в тоже время вот поэтому верю наверное больше верит чем не верит при знакомстве с новыми людьми на что в первую очередь обращаешь обращаете внимание ну в первую очередь то вообще это вот такой момент наверно все таки на то как человек себя ведет как разговаривает как то есть какими категориями мыслить скажем так то есть может быть оголтелый там не знаю неделю не спавший какой-нибудь водитель дальнобойщик например да который искренне подойдет там и что-то такое вот скажет и ты к нему проникаешься полностью а может подойти какой-нибудь за пиджачи на весь такой в бабочке ботаник и своими умными словами какими-то просто ну как бы вот так вот такое тоже может быть всякое бывает смотришь не знаю по-моему надо смотреть второй и третий раз иначе можно жестоко обломаться потом в итоге с чего по-вашему начинается человечность и можно ли ее в себе воспитать кстати да у нас же рабочее название этого стрима было человечность вот поэтому наверное вопрос такой человечность начинается на мой взгляд с так сказать с отделение себя от себя то есть как сказать то есть если вы в другом человеке сознательно видите человека такого же равного сравнение с самим собой то если вы это ощущение как бы ловите то вот на мой взгляд это и есть тот момент начала человечности то что быть человеком это не значит только лишь мыслить только лишь уметь разговаривать доносить свои мысли так далее вот это на мой взгляд вот сейчас я так думаю почему многие кричат а нет сейчас секундочку извините почему многие кричат что надо уметь прощать но никто не говорит о том что надо уметь не обижать хороший вопрос к сожалению в последнее время да очень много таких историй происходит что люди теряют не видят причинно-следственную связь событий некоторых и поэтому иногда очень долго приходится трудозатратно но ничего страшного очень долго приходится объяснять что на самом деле это произошло потому-то там мокрый ты пришел с улицы потому что дождь пошел они потому что ты без зонтика там ну как то вот такие какие-то моменты я думаю они понятны тонкие но понятны каждому человеку просто не надо их стесняться так сказать называть вот поэтому кричат ну кричат кричат наверно наверно кричат наверно потому что так же поступают вот может быть поэтому вот а чтобы быть в массе ну тогда ты значит типа как все а если как все значит это правильно может быть так то есть тут можно рассуждать конечно долго но не хотелось бы вы все можете простить всегда ли даете людям шансы справиться честно признаться ну скорее да если так вообще но можно сказать что я даю шанс вообще жизнь дает шанса не я лишь наблюдаю так что чаще всего помогает принять самое верное решение в особо трудных ситуациях только свой разум советы знакомых может подбросить орел-решка орел-решка точно не бросал вообще не помню таких случаев разум сложных ситуациях ну кстати разум работает не работает все остальное душа сердце например могут подвести вот советы знакомых да да могут но это должны быть такие знакомые вот которым прямо железобетонно доверяешь и тогда тогда да тогда можно мне наверное это и другое все все понемногу пожалуй было всего лишь несколько наверное ситуации в жизни когда я один на один оставался с какими-то прям невероятно показать невероятными проблем которые мне таковыми казались вот а так слава богу всегда находились люди которые и совет давали и разум пинали так далее любовь это ответ какой бы задали вопрос такой же любовь любовь ответ с какого примерно возраста себя осознанно помните общаетесь ли с друзьями детства при первой же возможности вы знаете у меня было я не могу вот сказать помню ли я это либо это моя мечта я просто помню где-то годик наверно то есть совсем мелкий общение с папой с отцом вот но я его по сути не мог помнить но мне кажется что я помню вот такой момент с друзьями но я просто редко бываю там где я рос к сожалению редко а тут еще это ограничение пандемийное плюс мы сейчас находимся в екатеринбурге вот а родину у меня немного в другом месте находится конечно когда я приезжаю естественно мы пересекаемся вот и общаемся выигрывали выигрывали когда-нибудь в лотерею по моему нет я даже не помню чтобы я так вот прям азартно как-то купал что-то или что-то еще когда впервые показываете свое новое творчество переживаете безусловно конечно даже если демки я вот поэтому кстати не чищу сейчас со всякими демками потому что понимаю что скорее важнее уже это носить какие-то более законченные истории нежели просто демо я могу сейчас выкладывать только какие-то давно лежащие старенькие какие-то зарисовки там которые написаны там бог знает когда которые как мысли уже составе состоялись и нет желания их доделать просто как есть отдать людям и все а тогда конечно переживаю секундочку во всем рейтинг какой вопрос длинный во всем мире есть рейтинги самых богатых красивых популярных людей но нигде нет рейтинга самых добрых справедливых человечных получается что не врала нам в детстве гиперактивная шипокляк когда пела кто людям помогает тот тратит время зря хорошими делами прославиться нельзя как считаете а надо ли вообще прославляться и почему часто благотворители скрывают себя я не знаю почему благотворители скрывают себя мне кажется они не скрывают ну во всяком случае есть же куча благотворительных фондов под этим именем под этим именем я надеюсь что имя совпадает с тем с действиями которые осуществляет та или иная организация мне кажется что это правильно прославляться да нет наверное в моем понимании действительно как-то в тишине все более отчетливо слышно вот другое дело шум который сопровождает вот эту всю историю он может как раз таки деформировать вот эту информацию может люди нормальные люди я имею ввиду которые действительно искренне там помогают как-то еще что-то делают не на не для галочки не для получения каких-то преференций может быть от государства и так далее по честному ну тут вопрос такой стоит ли вообще прославляться надо ли вообще ну наверное наверное не стоит просто ну каждый понимает это по своему мне кажется что в тишине лучше слышно считаете ли вы что добрые намерения дают право на вторжение в личную жизнь другого человека нужно догнать и причинить ему добро как в этом случае обозначить свои границы я считаю что не имеют права на вторжение в личную жизнь в личное пространство без на то должного разрешения вот я считаю что нельзя другое дело если это какой-то медицинский случай тогда возможно да ну человек может просто не понять что в его пространство вторглись и помогли но кто решает кто здоров кто болен это такой вопрос конечно интересный вот поэтому я считаю что в личное пространство ни под каким видом если не разрешают нельзя вторгаться вот мне так кажется ну вообще попробуйте на себе поймете что я думаю что вы со мной согласитесь вот можно ли догнать и причинить ему добро нельзя мне кажется как в этом случае обозначить свои границы но вы же знаете зону своего комфорта вот если нарушается пространство которое для вас личное или там комфортно наверное проще всего словами сказать вот если человек который вторгается не понимает сам потому что у него такое же личное пространство если словами не понимает можно погрубее наверно как случались ли с тобой смертельно опасные ситуации да вы знаете на самом деле так сложно сказать были какие-то моменты я думаю они у каждого человека были когда что-то случилось а потом уже спустя какое-то думаешь ты как пронесло что ли там то есть какие-то такие моменты а могло быть по-другому там вот это но это все вот бы 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 вот эта вот тема она не сильно работает в таких с такими материями поэтому предположить ну сижу сейчас перед вами слава богу живой-здоровый летишь на самолете да летишь на самолете например ты же как подводной лодкой оказался ну смысле и все это ничего сделать не может смертельно опасной ситуации черт узнает по статистике самый безопасный вид транспорта посмотришь вниз и думаешь если что случится то все и так каждый день поэтому наверное все таки давайте остановимся на том что не случалось вот ребят я предлагаю тут не так много осталось я предлагаю сейчас сделать маленькую маленькую паузу и потом поотвечать на вопросы если они будут в чате ну собственно вот начали какие-то небольшие вопросики поступать я буду так отвлекаться вы пишите слышно ли опять а то вдруг звук пропадет вот значит андрей могли бы вы оставить карьеру клавишника и выйти на сцену в качестве сольного исполнителя ребят я сейчас как раз занимаюсь записью наконец-таки своих собственных песен и я думаю что рано или поздно я их покажу обязательно уже в качестве ну в смысле не в качестве в качестве исполнителя именно вот когда это произойдет наверное наверное сначала все-таки материал будет явлен вам вот и лишь потом я подумаю о том как это все оживить и показать в живую вот обязательно конечно материал очень много очень много задумок очень много концептуальных всяких штук в голове сидит реализация этого всего начиная с музыки заканчивая оформлением всеми этими штуками очень хочется это сделать вот вот такие дела вот отлично что все слышно у меня небольшая задержка по сообщениям приходит поэтому вот уж извините если что не так так ну что пока даже те кому было идти отсюда саш ну бывает заходят всякие что ж поделать ну тогда в таком случае вернемся раз все слышно хорошо вернемся к вопросам которые там висят а потом андрей поедет андрей подумает конечно спасибо большое вот смотрим дальше вопросы на ну вот еще вопросе на концертах не подшучивайте друг над другом подшучиваем разыграли ли когда-нибудь кого-нибудь конечно разыгрывали или всегда все серьезные шутки только после не и бывает и во время концертов и но такие они не злые потому что процесс то главный на самом деле на площадке и поэтому какие-то злые шутки точно не прокачивать после концерта можно но мы все нормальные живые люди поэтому как бы подшутить и стебануть скажем так все это можно все это в порядке вещей вот ну поехали дальше на отвечать на вопросы которые были потом если что вернемся обратно в чат так три качества которые ты ценишь в людях и три качества которые не любишь внутри эта цифра такая какая-то не знаю я могу наверное одно назовем качество которое вот чему и сегодня стрим посвящен который я очень ценю это человечность остальные качества ниже для каждого свои общего общий вдаваться не хотелось потому что это мои хотелки личные вот и мы можем растекаться по древу очень долго все люди талантливы случалось ли именно случалось именно вам увидеть и раскрыть чей-то талант знаете я на самом деле какой-то помощью в раскрытии талантов особо не увлекался были моменты когда вот мы преподавали например в екатеринбурге вот я мог просто какие-то свои знания подарить отдать надеюсь что это кому-то чем-то помогло раскрыть свой талант вот потому что как бы на задачи такой никогда не стояла да и наверно не вправе я пальцем тыкать талант не талант не не думаю что это корректно 10 лет назад вы сформулировали свои жизненные принципы коротко не навреди а как они изменились и дополнили сейчас ну мне кажется любого человека с жизненным опытом когда-то простые слова смысл которых был понятен очевиден тогда обрастают некими такими формальными обстоятельствами что ли которые меняют немножко то есть укрупняют сейчас наверное не навреди это уже комплекс мероприятия они просто ничего не делай да то есть можно было раньше понимать ничего не делай тогда ты не вредишь а сейчас немножко по-другому все-таки основа остается той же просто иногда случается что ты общаясь с большим количеством людей не можешь прогнозировать ведь одному человеку ты сделал хорошо а другому от этого стало плохо и наоборот вот как то такие вот по сути внутри принципе не изменился изменился подход а так каждый день живем учимся взаимодействовать с людьми и не вредить им братья наши младшие помогают вам справиться с грустными мыслями и у них есть своя человечность я думаю да и наверное у некоторых наших братьев меньших гораздо больше человечности чем в людях продолжите пожалуйста фразу в 2021 году я обязательно выпущу альбом расскажите о своем выпускном после школы какие планы строили выпускной я до своего выпускного строил планы поступить в липецкое музыкальное училище но я проспал последний экзамен по музыкальной литературе это я отчетливо помню и проспал я его опыт по той причине что мы до часов на пяти или шести утра мы тогда уже работали играли в ансамбле в местном и по-моему мы играли какую-то культурную программу в местном в местной школе-интернате вот я помню да и я пришел домой я помню и попросил по моему маму разбудить меня просто не проснулся и проспал экзамен который кстати один мне всего лишь назначили теористически я приехал музыкальное училище в наглую сам вот такой возьмите меня я очень хочу мне очень надо а мне говорят а у тебя музыкальной школы нет а я там учился и ушел в свое время то есть я там два класса получился не надоело стало скучно я оттуда ушел вот они меня прям там послушали музыкальном училище что-то спеть надо было что-то на фону сыграть но какие-то простые вещи на тот момент такое прослушивание было ну вот отсюда досюда выучишь приходи ну я не пришел торжественно а после выпускного уже ну как бы надо было куда-то действительно поступать и я поступил в академию вот кстати тоже всего лишь один экзамен был потому что физика математика у меня были я физмате учился у меня были они науками такими четкими и нас с нашего физмата брали приехал сдал один экзамен поступил в радиотехническую академию планы таких как сейчас планов я тогда не строил только то что сейчас происходит вы влюбчивый человек вы знаете наверное все таки больше нет хотя состояние влюбленности мне очень нравится вы верите в искреннюю дружбу между мужчиной и женщиной да я в нее верю но есть некоторые условности они у каждого опять же у мужчины или у женщины свои когда человек способен перейти этот барьер и стать другом вот то есть не сразу скажем так как понимаете фразу красота спасет мир красиво мыслить красиво мысли излагать красивые поступки вот наверное так наверное так базово так в близком окружении много человечных людей в чем вы замечаете их человечность ну вопрос такой конечно тоже интересный в принципе до близком вот те 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 люди которых я считаю близкими они да они человечные люди просто и человечные люди иногда себя ведут для кого-то нечеловечно поэтому если убрать какие-то фундаментальные вещи фундаментальные какие-то модели поведения там вот эти всякие штуки как которые вот человек такой то тогда можно уже говорить о человечности или нет то есть мы же не говорим что вот человечный он днем а ночью он бесчеловечный все-таки это тоже комплекс каких-то мероприятий которые человек посещает скажем так вот дальше а сами себя субъективно считаете человечным в большей степени да вот но к сожалению иногда приходится включать жесткость как которая кому-то может показаться безчеловечный но это как правило рефлексия такая природная скажем так наверно так а в комплексе в общем то есть я себя считаю добрым человеком и человече на добро обычно хочется ответить добром а как быть со злом как на него отвечать правильнее по вашему мнению ну тут тоже надо смотреть ведь получается градация такая либо мы сразу добру даем по рукам а и злу даем по рукам либо мы все-таки пытаемся понять там вникнуть может быть мы ошибаемся может быть это и не зло вовсе вот я думаю что хорошим критерием для определения вообще отделение добра и зла в человеке то есть вот совершаю хотите что-то совершить что-то сделать и вот спросите у человека у себя наверно все-таки к себе применить это то же самое если вам комфортно скорее всего вы считаете это добром да но я таких людей редко встречаю которые себе откровенно желают чего-то из того чего они могли бы желать другим вот и как правило получается что очень много людей которые говорят одно а делают другое но это не из близкого окружения то есть люди как правило все таки больше говорят о хорошем и не так много делают это так секундочку что для вас значит состояние полного комфорта ну вот для меня в данном в данном конкретном моменте жизни до состоянии комфорта это вот состояние какого-то творчества вот как раз таки когда я полностью погружаюсь и мне это начинает нравиться от того что нравится я еще глубже погружаюсь вот это для меня сейчас состояние полного комфорта в данный момент а вы часто говорите людям да хотя на самом деле хотите сказать нет в последнее время нет не часто потому что в принципе жизнь выстроена режим жизни скажем так выстроен таким образом что происходят только те только те вещи которые я хочу чтобы происходили вот за редким исключением возникают какие-то ситуации но они они как правило не носят какой-то там характер как такое чтобы прям пац меня перевернулась ног на голову поэтому скорее я говорю да сейчас чаще чем нет как ну как вот в вопросе построен что для вас хуже потерпеть неудачу в каком-то важном деле или вовсе не попробовать сделать потерпеть неудачу вы склонны доверять людям не всем подряд вообще верите что хороших людей больше да я склонен доверять людям и верю что хороших людей больше какие по вашему мнению основные причины того что сейчас у многих людей при общении вместо лица аватары вместо настроения статуса вместо слов смайлы к чему может привести снижение живого общения ну аватары чужие имена и так далее это прежде всего я считаю попытка так сказать под чужим именем сделать то что сидит внутри у тебя то есть под своим ты не можешь сделать а под чужим ради бога можешь ну это не отменяет того что это внутри тебя вас сидит меня в том числе там не знаю любого человека вот другое дело что статусы нет другое дело то что иногда люди пользуются этим для достижения своих каких-то низкопробных целей абсолютно вот это но и другая история это очень-то неважно в нашем к нашей теме это не имеет никакого отношения мы говорим о человечности а не аватарности вот вместо настроения статусы ну уверен что за каждым статусом все-таки есть настоящее живое настроение надеюсь что оно совпадает потому что большинство все-таки у всех какие-то жизнеутверждающие там мотивирующие вещи я думаю если они помогают то почему нет вместо слов смайлы ну смайлы штуки штука прикольная всякие моди вот эти вот там есть достаточно интересные вариации иногда действительно подчеркивает усиливает какие-то вещи в виртуальном общении смех там еще что-то какие-то даже страх и так далее к чему это может привести ну снижение живого общения конечно снижение живого общения приведет к не очень хорошим последствиям на мой взгляд потому что все-таки живое общение это обмен живой энергии настоящий вот а виртуальное общение это все-таки контакт все равно самим собой с зеркалом там и так далее вот конечно сейчас было бы круче из там где-то вместе всем посидеть например да и это было бы гораздо круче поверить чем просто сейчас вот так вот виртуально виртуально ну что имеем то имеем так друзья на этом 50 с лишним вопросов закончились посмотрим сейчас что у нас происходит в инсте ну собственно наверное на этом все мне кажется пролетело очень быстро отлично завтра в путь дорогу поэтому спасибо что пришли как говорится и до новых встреч всем пока 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 ну пока пока Субтитры создавал DimaTorzok